24 июня, Москва, Красная площадь. Парад в честь юбилея Великой Победы. Один из ветеранов на центральной трибуне. В 41-м он прошел битву за Москву. В 43-м был тяжело ранен. На лацкане его пиджака рядом с боевыми орденами и медалями две звезды героя соцтруда. И это тот случай, когда никто не скажет, что получены они не по делу. Человек-легенда. Владимир Иванович Долгих. Внимание! Говорит Норильск. Температура воздуха минус 48 градусов. Густой туман. В 1958-м Владимира Долгих бросают на крайний север. Ставят на расстрельную должность главного инженера Норильского горно-металлургического комбината. Расстрельную, потому что предприятие задыхается. На Таймыре рудный голод. В городе сворачивается строительство. Чувствуя, что перспективы нет, Москва по всем статьям сокращает финансирование. Неужели город обречен? Нет. Пройдет всего несколько лет, и энергия новой команды не просто возвращает Норильский комбинат и город к жизни, а делает его одним из лидеров мировой цветной металлургии. Сегодня Норникель – это всемирно известный и уважаемый бренд, который создавали особые люди с железным стержнем внутри. Север – штука суровая, и слабые здесь не выживали. Всегда в Норильске и на комбинате выкристаллизовывались люди с сильным характером, сильным духом, которые не боялись трудностей. Вечная мерзлота на полторы тысячи километров ни железных, ни автомобильных дорог вокруг Норильского промышленного района. Это было очень горячее время. Меня не один раз хватали за ласканы и обещали вывезти в тундру. А обжигальщик старого обжигового цеха Николевого завода, я еще пока тогда не знал, что это такое, и, в общем-то, сразу с радостью согласился. В киосках книжных продавали значки с эмблемой «Норильск». Мы когда летели на материк, нам надо было показать, я из Норильска, я вот Норильский комбинат, я Норильский никель. Мы сделали из Норильска предприятие мирового масштаба. Опыт Норильска – это достояние страны. Полуостров Таймыр. Восемь месяцев в году средняя температура ниже ноля. Морозы под минус 50 в сочетании с ледяным ветром. Зимой выпадает, оцените цифру, 2 миллиона тонн снега, постоянные метели, полярная ночь 45 суток, одним словом, Арктика. Возможно, место не самое романтичное на Земле, но именно в эти края ровно 100 лет назад, когда на месте современного Норильска была безмолвная тундра, молодой ученый Николай Урванцев привез свою молодую жену в свадебное путешествие. Эта обаятельная пара отважных авантюристов станет в итоге первыми жителями самого северного города мира. Их бревенчатая избушка из лиственницы стоит до сих пор. Сегодня это музей основателя города Николая Урванцева. Это он открыл на Таймыре месторождение уникальной руды, которая содержит золото, медь, серебро, платину, кобальт, роди, никель, десятки других редких металлов. На современников это произвело колоссальное впечатление. Урванцева называли Колумбом Севера. Его имя обросло легендами. Молодой ученый, например, стал прототипом профессора Манцева, одного из главных героев, написанного в то время культового романа «Гиперболоид инженера Гарина». Бросьте, я знаю Гарина, он меня ненавидит, потому что сам Гарин выдуман мною. Без меня из него получился бы просто мелкий жулик. Героя зовут Манцев. Чувствуете игру слов? Манцев – Урванцев. Таймырская руда была открыта в 1921-м. Но освоение полуострова начнется только спустя полтора десятилетия, когда глобальный вызов всему миру бросит Германия. Гитлер, разрушая невыгодную немцам систему Версальского мира, начинает форсированное производство тяжелых вооружений. Угроза реванша означает новую войну. Советский Союз вынужден отвечать, и одним из ответов становится решение о начале строительства металлургического комбината на полуострове Таймыр. Лето 1935 года. Это точка отчета истории норильского никеля, которому в этом году исполняется 85 лет. Впрочем, современного Норильска крупного города, несмотря на принятое тогда решение, запросто могло и не быть, если бы не человек, именем которого впоследствии назвали металлургический комбинат. Авраамий Завинягин. Он возглавил стройку в 1938-м и настоял на том, что здесь будут не просто шахты с вахтовиками, как тогда обсуждалось, а металлургическое предприятие полного цикла. Он же первым увидел в Норильске место для полноценной жизни, со школами, с поликлиниками. Жесткий бескомпромиссный руководитель Завинягин вдвое до 20 тысяч человек увеличил количество строителей. В подавляющем большинстве это были узники ГУЛАГа. В числе строителей Норильска, например, писателей-философ Лев Гумилев, будущий тренер сборной Советского Союза по водному полу Валерий Буре, да и сам основатель города Николай Рванцев тоже какое-то время провел в Норильской неволе. За счет чрезвычайных усилий стройка шла рекордно быстро. Первый черновой никель комбинат произвел уже в 1939 году, очень вовремя, потому что меньше чем через два года началась война. Никель был очень важен для начала производства легированных стали. И целый ряд других цветных металлов используется для получения, скажем, морозостойких стали. Великая Отечественная война. Вклад норильчан в победу можно и сегодня буквально пощупать руками. Самый яркий пример – легендарная Т-34-ка «Танк Победы». Его броня – это особый тип стали, сочетавший твердость и пластичность. Благодаря разработанной в СССР технологии, наши заводы получили возможность варить очень качественные танковые башни. А у немцев стали такого качества не было. Поэтому не случайно в Советском Союзе в годы войны никель был включен в список стратегических материалов. Норильские металлурги производили металлы в недостроенном корпусе завода и, не дожидаясь летней навигации, отправляли их на большую землю по воздуху. На вес золота была каждая тонна. Это очень хорошо помнит Владимир Долгих, который 17-летним пацаном в декабре 1941-го гнал из-под Москвы немцев с большим противотанковым ружьем на плече, которое, как и Т-34, тоже было сварено из особой легированной стали. Для этого нужны были именно сталь и цветные металлы. Советская страна не прекращала строительство домен даже в Великой Отечественной войне. Все это вместе давало тот эффект, который мы сейчас имеем в виде, так сказать, 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Цветные металлы – это далеко не только оборонная промышленность. Взять тот же никель, мы соприкасаемся с ним десятки раз за день. Когда пользуемся смартфоном, берем в руки столовые приборы, он повсюду – от иголки до ракетного двигателя, от кастрюли до атомной электростанции. А всего три века назад горняки презрительно прозвали его «хитрым бездельником», как злого духа гор в немецкой мифологии. И глубоко ошибались. Для человека никель оказался одним из самых полезных металлов. Норникель сегодня – это крупнейший производитель палладия, меди и платины. Электроника, суды и ракетостроения, атомная промышленность, архитектура, нефтепереработка. Например, ту же платину используют и в автопромышленности, как катализатор для очистки выхлопных газов, и в медицине. Он незаменим как основа лекарств для противораковой терапии. В богатых рудах Таймыра содержится почти вся таблица Менделеева. И в отличие от наших конкурентов, мы можем позволить себе на мировых рынках играть на нескольких площадках. С первого дня, с 1935 года, и до этих дней, мы не только смогли сохранить и приумножить единый технологический промышленный комплекс. Не развалить по цехам, не развалить по отраслям, не развалить. Главный капитал Нарникеля – это люди, работники предприятий. А вот старший мастер плавильного цеха Надеждинского металлургического завода Александр Горлов. В этом году у него свой юбилей – 40 лет работы на комбинате. Он переехал в Норильск из Ворошиловграда в 1980 году. Шла стройка. Мы работали плавильщики на сборке оборудования. Планировали патину, уборкой занимались. И в 1981 году запустили электропейку. Вот я участвовал при выдаче первого стейна. Александр приехал в Норильск вместе со всей семьей. С женой Лидией и двумя детьми. Старшей дочкой Аленой и сыном Дмитрием, который часто приходил к отцу на комбинат, когда был подростком. Ну, отец водил меня в цех, показывал работу. У меня и мама здесь работала тоже. Тоже приводили меня, показывали. Вот так-то впечатление было сильное, конечно, для ребенка. Эти юношеские впечатления во многом определили будущую профессию Дмитрия. Сегодня отец и сын Горловы – одна из трудовых династий Норильского никеля. Вот кадры, которые мы снимали 13 июля. Кадры очень символичные. Отец и сын в одном цеху вместе. Отец заканчивает работу в дневную смену, а сын выходит на вечернюю. Дмитрий Горлов работает вместе с отцом в плавильном цехе уже 17 лет. Он очень много объяснил, показал, как, что здесь работает. По технологии очень много. Да и сейчас помогаю, до сих пор, если честно. То есть, если у меня что-то возникает, какой-нибудь вопрос, я всегда могу к нему обратиться. И он всегда поможет, подскажет. Он способный парень. Он учился. Очень быстро все освоил. Поэтому тут тоже проблем нет. Мы можем посоветоваться всегда друг другу. Для семьи Горловых Норильский комбинат – это ее прошлое, настоящее и совершенно точно ее будущее, в которое отец и сын смотрят спокойно, уверенно. Если бы заново все начало, я бы все повторил, значит, это то же самое. И видишь, как со временем все меняется. Главное, что меняется в лучшую сторону. За годы своей истории Норильский комбинат, флагман цветной металлургии Советского Союза и современной России, принял и достойно выдержал несколько очень серьезных вызовов. Первый был еще в конце 50-х годов. На комбинат, выражаясь современным языком, даже пришлось присылать команду антикризисных менеджеров. Шла масштабная электрификация железных дорог. Требовались провода, кабели, развивалась связь. Это тоже связано с цветными металлами. Поэтому перед Норильским все время ставились вопросы по увеличению производства этих металлов. А мы сделать ничего не можем. Главный вопрос, на который нужно было быстро найти ответ, где же на огромной территории полуострова Таймыр искать новые богатые месторождения? Гиблое болотистое место в тундре у подножия Карайлакских гор. Толнах – запрет, говорили местные жители. Олений по стене нельзя. Жить нельзя. Ничего нельзя. Жить нельзя, ничего нельзя. Но именно там, в Толнахе, и решили искать металл. Бросили на поддержку геологов все силы. Мы туда протянули электроэнергию. Это 23, по-моему, километра. Мы туда дали соответствующую связь. Мы организовали строительство, так сказать, элементарных домиков для геологов. Организовали им быт, отдых. Месторождение оказалось уникальным по составу и крупнейшим в мире. Сульфидные руды содержали никель, медь, кобальт, золото, серебро, платиноиды, редкие металлы. В апреле 65-го рудник «Маяк» выдает первые тонны руды. Весь прирост добычи цветных и благородных металлов в Советском Союзе достигался именно за счет «Маяка» в то время. «Маяк» становится экспериментальной базой для испытания самых прогрессивных способов ведения горных работ. Именно здесь применены новые системы отработки камер, использовано самоходное оборудование, с помощью которого достигнута рекордная производительность добычи руды. Поскольку Норильск обеспечивал сырьевую безопасность всего СССР, снабжение города продуктами, потребительскими товарами и прочими бытовыми радостями было по советским меркам на самом высоком уровне. Надо было заниматься и банями, и, так сказать, парикмахерскими. А Норильчане очень требовательный народ. Косыгин, когда посмотрел несколько магазинов, он мне говорит, так сказать, так, негромко, да у вас торговля, так сказать, лучше, чем в Москве. А это кадры, снятые уже в 70-е годы, когда вслед за Маяком и Комсомольским разрабатывали крупнейший рудник Советского Союза – Октябрьский. Какой напряженной обстановке шла подготовка к запуску, можем судить по этим документальным и явно непостановочным кадрам обычной рабочей планёрки. Даже при включённой кинокамере начальник Треста на эмоции не скупится. Прошу всех, всех без исключения, товарищей наших, наших рабочих, инженерно-технических работников, посмотреть свои объёмы. Работ очень много, но есть реальная возможность выполнить их. То пуска в первую очередь три дня. Этот же ствол глубиной больше километра 28 лет спустя. Со скоростью 16 метров в секунду лифт доставляет в рудник представительную делегацию. На 40-летие Толнахского района в шахту спускается президент. Горняки подготовились. Вагонетка с двуглавым орлом. Именная каска. Путину показывают весь процесс в деталях. Да, здесь медь, никель, и много металлов. На сегодняшний день 16 металлов. За счёт новых месторождений Норильск не только увеличил выплавку никеля, меди и платины. Производство дало толчок развитию инфраструктуры. Газопровод, Усть-Хантайская ГЭС, Дудинский морской порт, аэропорт. Золотые годы связаны с именем Бориса Колесникова. За 15 лет его работы директором производство никеля и меди выросло вдвое. Построили новый Надеждинский завод, где впервые в мире была спроектирована глобальная промышленная система открытого турбопроводного гидротранспорта. Нитки протянулись по реке от Толнахской обогатительной фабрики до Норильска. После запуска Надежды здесь стала производиться каждая десятая тонна никеля в мире. Норильск в то время уже был центром притяжения. Молодёжь с удовольствием ехала работать на север. Среди льгот, предоставленных государством северянам, сибирский денежный коэффициент. На каждой из 100 рублей заработной платы 80 рублей дополнительно. И ещё специальная Норильская надбавка. После 4 лет работы она достигает 80% зарплаты. Горняки и металлурги могли позволить себе на выходных слетать на материк, вживую посмотреть матч любимой футбольной команды или сходить на премьеру в столичном театре. Но всё меняется на рубеже 90-х. Огромную производственную махину нужно перестраивать под новые реалии. Но никто не понимает, как. Для пополнения доходов комбинату разрешают торговать металлами на внешних рынках. Но это только обрушивает цены на цветные металлы. Вследствие этого – тотальная нехватка денег, задержки зарплаты, сокращение, забастовки. Комбинат на грани банкротства. К середине 90-х, когда уже рухнули все старые экономические связи, ситуация по понятным причинам усугубилась. Алексей Текслер в 95-м только-только окончил Норильский индустриальный институт и пришёл работать в Норникель, отвечать за экономику и за финансы. Основная проблема тогда была – это невыплата заработной платы. Тогда, помните, только настраивалась рыночная экономика, вот эти зачёты, бартеры. У нас рабочие люди эмоциональные, поэтому, да, приходилось общаться, делать это в таком, ну, разном, в том числе эмоциональном формате. Было колоссальное недоверие тем, кто сидит в кабинетах у рабочих людей. Мы собрали команду руководителей комбината небольшую и на грузовом самолёте прилетели в Китай. Меняли металл, тонны нашего никеля, меди, на продукты питания, на товары. Первые не ходили. Мы посоветовались с руководством комбината, давайте нашим женщинам сделаем тоже подарок. Купили им шубы. И вот в первое выходное, как раз весна бывает, и все женщины вышли в одинаковых шубах на улице города. Ну, мы от женщин получили, конечно, тогда. Ну, и, конечно, борьба за никель. Раздрай. Город тянул в одну сторону Арийский, Арийский комбинат – в другую. Таймыр – в третью, Красноярский край – в другую. И даже скажу так, на ИСК комбинат ничего не тянул. На ИСК комбинат работал. В 1996 году руководить комбинатом приходит новая команда. Объём задач, требующих немедленного решения, был колоссальный. Я видел, каким был Норильск в ту пору. Не было надежды на будущее, на то, что город опять заживёт, на то, что будут опять платить премии и будут отпускать в отпуск. Наверное, года через три, когда я полетел вместе с группой норильчан, одну из первых, сюда, в Москву, я увидел, как малые дети, которым было 5, а то и 7 лет, приземляясь во Внуково, орали и кричали, «Мама, мама, смотри, трава, деревья, запахи другие!» Они, когда выскочили с трапа, они бегали там вдоль площадки и пытались нюхать эту травку, цветочки, потому что они ничего этого не видели. С конца 90-х начинается восстановление. Финансовый пожар удаётся потушить. После спада, наконец, начинает расти производство. Бизнес становится цивилизованным и всё более глобальным. Но выход на международные рынки – это и значительные риски. Предприятие вступает в глобальную конкуренцию не только по финансовым показателям, но и по социальным, по экологическим. Растут запросы на качество персонала, производительность его труда. Люди, прошедшие на Норникеле шоковую терапию 90-х, сегодня успешно справляются с задачами любого масштаба и сложности. Например, Виктору Томенко было всего 17, когда он устроился на завод аппаратчиком-металлургом. Коренной норильчанин вырос из стажёра до директора заполярного филиала. А сегодня, как и Алексей Текслер, он руководит крупным регионом. Надёжность – это, наверное, такой очень отличительный, такой фирменный, что ли, знак норильчанина, потому что жизнь за полярным кругом, где ты в экстремальных условиях находишься и можешь во многом рассчитывать только на себя. Наверное, ответственность – это тоже, что, мне кажется, норильчанам особенно присуще, по крайней мере, я многократно сталкивался с проявлениями этих качеств. Выпускники норильской школы есть и в российском правительстве. В нынешнем – министр энергетики Александр Новак. В недавнем прошлом – вице-премьеры Ольга Голодец и Александр Хлопонин. На Сирии нельзя по знакомству. Это не проходит. Или я помню, как Александр Геннадьевич Хлопонин тогда выходил просто в толпу. И были забастовки. Всё, что только не пытались. Модели экономические там докладывали, презентация красивая, говорили, всё. Пока он не вышел в коллектив, и так по-мужицки убросил, пошёл на просто разговор рабочий такой, трудовой. И тогда рабочему поверили. Без презентации. Просто мужики, я вот такой. Олег Курилов, начинавший 88-м обжигальщиком цеха, прошёл путь от рабочего до главы Норильска. В любом городе главная забота мэра – это благоустройство. Оторванный от большой земли крайний север ставит задачи сложнее. Объявляется штормовое предупреждение, собирается штаб-шторм. Быстро надо принимать решение, когда действительно некому звонить, когда ты только можешь надеяться на самого себя. Когда мы закрываем дорогу, как только она, видимо, становится там нулевой, необходимо где-то разместить жителей, которые не успели уехать домой или на работу, вернуть остальных назад. Необходимо их накормить, необходимо сформировать колонну, все детские сады переводятся в круглосуточный режим. Я сам прожил в Норильске 40 лет, и я понимаю, что это такое. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята с 70-й широты. Работа на Крайнем Севере стала самой яркой во всей карьере Владимира Ивановича Долгих. После ухода с поста директора Норильского комбината он сделал достойную управленческую и политическую карьеру. Достаточно вспомнить, что он руководил отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС. Там он смог в масштабах всей страны применить свой уникальный таймырский опыт. Он востребован и в эпоху новой России. Работал в парламенте, занимался наукой, доскональное знание вопросов, способность брать на себя ответственность, умение быть тонким политиком и крепким хозяйственником. Владимир Иванович убежден, что все это дала ему Норильская школа. Опыт, приобретенный в Норильске, он очень комплексный. Там многое надо было мыслить самостоятельно. Отрыв в то время, так сказать, физический, транспортный от Норильска до Москвы был значительный. И по каждому вопросу не будешь летать туда-сюда. Мне приходилось после этого работать с десятками, скажем, крупных комбинатов. И мне сравнительно нетрудно было. Значение вот этого и опыта, и твердости позволяло решать вопросы и в других местах. Город, в котором хочется жить. Сегодняшний Норильск – город за полярным кругом. Визуально не отличить от тех, что расположены на материке. Это широкий Ленинский проспект, современные торговые центры, рестораны, кинотеатры. Это спортивно-развлекательный комплекс «Арена Норильск» с самым северным в мире аквапарком. Норильск – это 14-этажная больница. И таких зданий, построенных на вечной мерзлоте, в мире всего три. В 2018 году открылся новый перинатальный центр на 110 мест. Комплекс оснастили самым современным оборудованием. А это, со всех точек зрения, яркий проект «Добавь городу красок», на который со всей России приезжают ведущие стрит-арт-художники. Стильные и модные граффити добавили Норильску новых цветов и энергии. Ледовая арена «Таймыр», построенная за счет норникеля в Дудинке, стала новым центром притяжения детей и взрослых. А еще здесь проходит множество спортивных соревнований, в том числе ежегодный «Арктик Кёрлинг Кап» – этап мирового тура по кёрлингу. Несколько лет назад закончилась важная для региона реконструкция взлетно-посадочной полосы Норильского аэропорта, который, так же как один из самолетов авиакомпании «Нордстар», носит имя основателя города, геолога Николая Урванцева. А фирменный логотип на фюзеляже напоминает о том, что Норильскому горнометаллургическому комбинату исполняется в 85 лет. На ливреях некоторых других самолетов компании «Нордстар» хорошо узнаваемая «Юлайка» – это талисман, проходивший в Красноярске всемирной зимней универсиады 2019 года. Норильский «Никель» выступил ее генеральным партнером. «Норникель» сегодня – это группа компаний от Забайкалья до Кольского полуострова и Финляндии. Это 70 тысяч сотрудников с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом. «Норникель» сегодня – это мировой лидер по производству рафинированного никеля «Палладия». Это поставки продукции в 37 разных стран мира. Внутри России «Норникель» производит 100% платины, почти весь никель и кобальт. Доля компаний в объеме промышленного производства страны – 2,9%. Лучше всего мы умеем производить металлы. Еще мы, на мой взгляд, и раньше умели, и сейчас учимся хорошо к друг другу относиться. Уважительно, в разумной степени доверительно, в каком-то смысле заботиться друг о друге. Мы умеем уважать друг друга и сотрудничать. Давайте сохраним это умение и будем дальше работать. Сегодня в активной работе 9 рудников. Доказанные запасы металлов и выявленные ресурсы гарантируют добычу и переработку еще как минимум на 80 лет вперед. И это значит, что жители Норильска – хозяева Медно-Никелевой горы еще только в начале своего пути. Редактор субтитров А.Семкин